Приветствую вас автор. Я думаю, что ваш короткий вопрос, который вы задаёте, где вы пишете, что, значит, после 30-ти осложнены эти парни для серьёзных отношений. И почему? Значит, во-первых, не очень понятный вопрос, я не читал все страницы вашей темы, я прочитал только заголовок и первое сообщение. Вот, я вам отвечу следующим образом. Во-первых, вот просто хочу такие, знаете, фонерики поставить, да, на что нужно обратить внимание. Во-первых, цель, да, какая цель найти парня. Зачем парень? Как правило, важность цели очень сильную роль, очень сильное влияние оказывает на её достижение соответствующее. То есть, чем сильнее, чем важнее цель, тем сложнее её достичь. То есть, чем она важнее, тем её сложнее достичь человеку. Причём это исключительно такая субъективная история. То есть, это не объективная, а субъективная история. Сложность возрастает, сложность достижения цели возрастает прямо пропорционально важнейшей цели для человека. Соответственно, если цель для человека очень сильно важна, то и достичь её будет сложной. Вот. Поэтому я всегда делаю акцент на том, зачем искать парня. Как правило, люди говорят, там, чтобы семью построить, вот, и так далее. То есть, на что я, в принципе, тоже задаю вопрос, да, зачем здесь семья. Вот. То есть, ну, для чего здесь семья, вот. Почему, почему человек хочет семью, да, допустим. Или, там, какие ещё есть потребности, которые человек пытается реализовать, вот, в поиске партнёра. Вот. То есть, это такой вот момент, на мой взгляд, это очень важный момент, на мой взгляд, очень деликатная тема. И мне кажется, что вот раскрыть её, раскрыть вот этот момент, раскрыть именно, раскрыть этот момент, ну, это очень позитивно для, так сказать, понимания того, почему сложно найти. Вот. Следующее, следующее, что можно сказать. Следующий момент, который можно выразить, заключается в том, что если, если человек до 30 лет не встретил, встретил, значит, ну, партнёра, то такой человек начинает, вот именно начинает рассматриваться, начинает рассматриваться, начинает восприниматься другими людьми, как, как, ну, как будто с ним что-то не так. Вот. Хотя это, безусловно, ну, ничего общего с реальностью не имеет, потому что ситуации бывают разные, случаи бывают разные и так далее. Но человек это чувствует, человек чувствует, что с ним может быть что-то не так, ему это не нравится и он ещё сильнее хочет кого-то встретить. Потому что уже начинает бояться, что останется один, уже начинает бояться, что он так вот и не сможет никого найти и встретить. И уже начинает думать уже, что с ним что-то не так, вот именно с человеком. Ну, с ним самим что-то не так, начинает думать он. Хотя, конечно, это тоже далеко от реальности, это абсолютно не имеет никакого отношения к тому, что представляет из себя взаимодействие, например, между мужчиной и женщиной. Следующий момент, который обязательно нужно раскрыть, это то, что к 30-ти годам у человека происходит становление личности и становление личности характеризуется формированием ценности, формированием желаний, формированием некой такой позиции жизненной. Вот. И соответственно, эта позиция жизненная, она становится, ну, она становится костной в некоторой степени. Она становится догматичной в некоторой степени. И сложнее принять позицию другого человека, сложнее принять желание другого человека, сложнее принять вообще кого-либо допустить в своё личное пространство. Становится сложным. И отчасти поэтому ещё сложно построить отношения после 30-ти. Потому что люди, они, ну, совсем нелегко идут на сближения, на контакт, на понимание, ну, друг друга. Вот. И так далее. То есть это всё очень, ну, очень трудно даётся. Вот. Дальше, значит, зачастую, опять же, к этому возрасту формируется... Такое, знаете, представление о отношениях, что это очень, ну, как сказать, очень тяжёлая работа. То есть, что, что отношения, это вот прям очень тяжёлая работа, что это прямо вот очень тяжело. А сами отношения превращаются во что-то обособленное, в отдельную часть, по сути, взаимодействия. То есть, всё взаимодействие и восприятие человека разделяется на в отношениях и не в отношениях. И из-за этого теряется лёгкость, теряется естественность, соответственно, тоже это не, ну, знаете, не добавляет какого-то вот плюса, да, не добавляет какого-то вот позитива в выстраивания взаимодействия с людьми, с людьми. Вот. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что, ну, частенько бывает такая история, что, значит, если человек до, ну, до 30 лет, не построил отношения, то у него есть определенные проблемы. То есть, ну, у него могут быть определенные комплексы, у него могут быть определенные сложности, у него могут быть определенные трудности, у него могут быть какие-то противоречия, вот, связанные, ну, с ним самим. Вот. И, соответственно, это, конечно, точно тоже в достаточной степени влияет, потому что до 30 лет, в принципе, человек себя ищет, в какой-то сфере, вот, то есть, понятно, конечно, что, ну, что не всегда получается себя найти, и понятно, что многие люди ищут себя и после 30 лет, это безусловно, много, как бы, в основном, в основном люди находят себя до 30 лет. И именно вот какое-то, ну, какое-то дело, да, какие-то вот основные векторы, куда они хотят двигаться. И при естественном развитии событий человек, он встречает того, кто разделяет его взгляды, того, кто разделяет его интересы, вот, и уже выстраивает отношения с ним. Ну, а если происходит акцентирование на чем-то, на каких-то отвлекающих факторах, вот, как те, например, что я назвал, вот, ну, в таком случае, как бы, хорошего ничего не получается, вот, в таком случае возникает только лишь проблем, только лишь проблемы, только лишь сложности, вот, и человек остается один. Ну, то есть, человек не может, не может найти себе подсказку, потому что, вот, не хватает общего, не хватает личностной актуализации, скажем так. Вот. После тридцати лет усиливаются тенденции к обособлению мужчины и женщины, к сожалению, после тридцати лет усиливаются эти истории. Вот. Хорошего в этом, конечно, ничего нет, но игнорировать данный аспект мы вряд ли, вряд ли можем, вот, поэтому такой вот момент. Ну, добавьте сюда определенные стереотипы, вот, общество нашего, да и не только нашего общества, вот, добавьте сюда стереотипы и вы получите, по факту вы получите полный, вообще набор моментов, которые мешают выстраивать отношения с мужчинами. Вот. Плюс ко всему, человек, он не может вести себя непосредственно в тридцать лет, то есть, он редко ведет себя именно искренне. вот, человек часто ведет себя не искренне, а как-то вот иначе, да, по-другому, вот, и это тоже усложняет очень сильно выстраивание взаимодействия. с, ну, с мужчинами, ну, вообще, с партнерами, вообще, с партнерами, как таковым, это мешает, очень сильно, вот, поэтому тут такой вот тоже есть момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. В целом, эээ, такой можно дать вам ответ, я надеюсь, что это было полезно, это получилось так достаточно. В общем, в случае, ну, такой у вас вопрос, такой, соответственно, и ответ. Эээ, надеюсь, что помог вам, эээ, желаю вам всего самого доброго, доброго, и удачу.